Земля арестована, строители судят. В Ак-Тубе пайщики не могут узаконить жилье, на которое потратили миллионы. За ответами они пришли сегодня в городской Акимат. Радует пока только одно. Их дом с трудом, но возвели. Вот кому принадлежат квартиры, непонятно. У заплативших за них людей нет никаких прав. А вот есть ли надежда получить их? Моя коллега Динара Оркумбаева узнавала и сейчас расскажет. Это пайщики скандально известного строительного кооператива жилища, владельца которого судят за мошенничество. Пока следствие выясняет, куда руководитель стройкомпании потратил миллионы своих клиентов, люди отбивают пороги Акимата. Они уже живут в проблемном доме, который застройщик возвел как смог. Но ни у одного из новоселов нет на собственное жилье никаких документов. Мы не можем ни в садик оформить, ни в школу оформить, ни планов не построить. У нас каждый день это нервозная обстановка в семьях, потому что все ругаются муж с женой во многих семьях. А почему ты взяла в этой квартире? Или он предъявляет претензии жене, почему ты у этого застройщика взяла квартиру? Сам застройщик ждет приговора по делу о мошенничестве. Нурлана Каусова обвиняют в том, что он собрал с людей миллионы, обещал построить дом, но в итоге одну многоэтажку сдал с большим браком, а строительство другой и вовсе заморозил. Пальщики, которые фактически уже являются собственниками квартир, теперь не могут узаконить жилье. Земля и дом тоже оказались под арестом. В Акимате обещают помочь с документами, но не скоро. Проблемы жильцов без внимания не останутся. В первую очередь здесь необходимо, чтобы суд поставил точку в начатом процессе. Далее хочу пояснить то, что прокуратура района Астаны обратилась иском в суд, чтобы закрепить право собственности за этими жильцами. Больше всего люди боятся, что останутся без жилья. Ведь арестованный руководитель, по данным следствия, задолжал более 120 миллионов тенге бывшим клиентам. И неизвестно, каким образом суд обяжет возмещать этот ущерб. Чиновники же успокаивают пащиков, мол, квартиры у них никто не отнимет. По их словам, сначала надо дождаться приговора, а затем подавать иск уже в гражданском порядке. Если у людей есть документы о том, что они действительно заплатили за жилье, без крыши их никто не оставит, уверяют в Акимате.